Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях исполняющая обязанности начальника управления и образования администрации Одинцовского городского округа Олег Васильевич Дмитриев и председатель родительского сообщества Одинцовского района Мариана Кристалинская. Здравствуйте, Марияна! Здравствуйте! Олег Васильевич! Добрый! Очень-очень рада видеть вас в нашей студии. Пригласили вас сегодня не случайно. Компания по качеству питания в общеобразовательных учреждениях набирает обороты. Активно включились в работу родительская общественность. Ну, я бы сразу сказала, что вы, в общем-то, из нее и не выпадали. Да, абсолютно верно. Этот проект, который существует уже давно на территории нашего округа, но теперь он поддержан губернатором и, в общем-то, везде масштабирован. Олег Васильевич, вот насколько действительно это нужно сегодня в школах, вот такой контроль со стороны общественности, со стороны родителей, со стороны депутатского корпуса? Абсолютно и правильная проблематика и вопрос. И абсолютно правильно вы подчеркнули, что мы до начала еще реализации регионального проекта по контролю родительской общественности, качеством организации питания, уже года два, и Мария Николаевна это подтвердит, в рамках рабочей группы по контролю и подготовке документов, и, собственно, осуществлении самой закупки и услуги питания, работаем с общественностью. Необходимость подтверждена, в первую очередь, тем, что это не москопарный слайд. Во-первых, наши дети – это достаточно чутко уязвимая социальная аудитория, которая, в общем-то, моментально реагирует на качество нашей работы, говоря, если так немного казенным языком. И, по большому счету, для нас очень важно, чтобы дети получали правильное, сбалансированное, здоровое питание. И, помимо того контроля, который, собственно, осуществляет управление образования, Роспотребнадзор, комиссии, которые созданы в рамках муниципального аппарата, нам немало важно, а, наверное, это первостепенная, в общем-то, задача, чтобы мы удовлетворили запросы детей-родителей. Потому что дети приходят, делятся с мамами, с папами, с родителями, вкусно им было, невкусно, как приготовили. Поэтому, в общем-то, если будет такая обратная связь и достаточно в широком охвате, не точечная, не в каком-то таком разовом моменте, ну, достаточно с частой периодичностью там, сейчас мы вообще можем, и региональный проект нас к этому подвел. И хотим, чтобы контроль осуществлялся чуть ли не каждый день, да, там в каждом, вот у нас 53 образовательных учреждения, 28 тысяч детей в школах получают горячие завтраки, больше 8 тысяч, почти 9 тысяч обеды. То есть, у нас порядка 80 процентов охват питанием горячим обучающихся. И, конечно же, это и большая ответственность для нас, как эта слуга выглядит. И, повторюсь, нам очень важна обратная связь и от родительской общественности, от наших детей, как мы, говоря простым языком, кормим. Насколько удобоваримо, насколько это полезно, вкусно, и насколько всем нравится. Но, опять же, имея эту обратную связь, вам проще, ну, уже общаться и с компаниями питания. То есть, уже конкретно есть потребитель, конечный, да, и он говорит, что мне не нравится. Ну, вот, ну, не так должно быть. И тогда уже у вас есть такой весомый уже, один из весомых аргументов, что надо что-то менять. Это и главный будет аргумент, да, потому что, опять же говоря, протокольным языком конечный получатель этой услуги – это дети и настроение родителей. И поэтому, когда мы получаем информацию и достаточно объективную, достоверную, это не заинтересованные лица там, да, когда мы получаем эту информацию, и, естественно, тем более в таком масштабе, практически с помощью реализации регионального проекта контроля, родительского контроля, услуги питания, мы охватываем все образовательные учреждения и практически в каждодневном режиме. И это дает нам достаточно большую информацию, фактуру для того, чтобы, как вы правильно сказали, питающую организацию уже давать конкретные замечания, конкретные указания. То есть, это невозможно достичь, откровенно скажу, когда это происходит в рамках регламентируемых, плановых проверок. Ну, получается, сейчас школьная столовая становится максимально открытой и доступной. То есть, раньше все-таки доступ был ограничен, да, только дети и преподаватели. И главное, что у нас сейчас происходит максимальная прозрачность того, как это происходит в реалии. То есть, повторюсь, это не те плановые проверки, которые раз в месяц проходят комиссионно, каждый день проходят бракиражные комиссии, которые созданы в каждом образовательном учреждении. Да, поясню. Бракиражная комиссия – это та комиссия, которая проверяет сырье, продукты и, собственно, готовую продукцию. В нее входят, и они действуют во всех образовательных учреждениях, есть положение бракиражной комиссии. В нее входят, как и представитель питающей организации, и администрации школы, и медицинский работник. Ну, и главное, входит представитель управляющего совета, то есть, родительской общественности. И мы не умаляем, скажем так, достоинства работы бракиражной комиссии, но, тем не менее, вот тот дополнительный, достаточно масштабный, охватывающий, скажем так, большое, огромное количество, скажем, всех школ наших. То есть, в бракиражной комиссии есть регламент раз в день, она проводит свои мероприятия и выдает результаты в журнал. Родительская общественность, по своему усмотрению, в любое время может прийти. Да, конечно, нужно согласовать с администрацией школы, и чтобы у представителей контроля были там медицинские книжки, и соответствовали требованиям входа на пищеблоки. Но, тем не менее, это та комиссия, которая может прийти, в общем-то, в любой момент, в любой день, и в течение всего учебного процесса. То есть, может прийти на завтрак, на обед. На завтрак, на обед, в группу продленного дня, когда она проходит, то есть, посмотреть, как работает буфет, что в буфете продается. Поэтому сфера охвата, да, и временная, и с точки зрения фактуры, она расширяется. Мария Николаевна, почему вот два года назад этот вопрос вы взяли в работу, и он стоял на повестке именно родительского сообщества? Почему было решено создать рабочую группу? Ну, на самом деле, Маша, мне кажется, что вопрос питания, он очень важный, один из самых важных, так скажем, в образовательном процессе, потому что наши дети очень много времени проводят в школе, практически, ну, даже больше половины дня. Естественно, от того, как они питаются, что они едят, зависит и то, насколько им будет легко грызть гранит науки. Поэтому, ну, родители всегда проявляют достаточно такую обеспокоенность, то, как дети питаются, насколько еда хорошая. И у нас такой, знаете, был, ну, какой-то единый порыв и запрос от родительской общественности активно участвовать в контроле качества питания. Вот мы с такой инициативой... Ну, и управление образованием в этом запросе пошло вам навстречу, и, в общем-то, как бы... Знаете, не только управление образованием, но и глава... Да, глава округа Андрей Робертович Иванов, он тоже поддержал нашу инициативу. И вот уже, ну, где-то больше двух лет мы активно участвуем вот в такой вот программе. И, можно сказать, даже как бы предвосхитили тот посыл, который сейчас идет от губернатора и от Министерства образования Московской области. Когда все-таки прочитали, видели уже в информационном поле эту новость, как отреагировали? Ну, то есть, зная о том, что вы уже, в общем-то, на два года... Обережаете события. Да, опережаете события, ведется эта работа, и все уже понятно. Как, кто, куда заходит, с какими документами, как этот процесс осуществляется. Обрадовались, что есть такая поддержка? Конечно, обрадовались, потому что, во-первых, мы поняли, что мы идем в правильном направлении, и, ну, скажем так, поняли, что, наверное, в других муниципалитетах, может быть, не так все открыто. Да, и теперь все родители будут иметь возможность свободно, ну, по согласованию с классным руководителем, прийти, попробовать, посмотреть. И, может быть, те моменты, когда дети говорят, о, невкусно, есть невозможно. По крайней мере, мы всегда говорим, приходите, сами попробуйте. Потому что, ну, Маш, вы знаете, что у детей иногда бывают совершенно другие пристрастия в еде, и, наверное... Ну, еще и привычки тоже весьма разные. И то, что они любят кушать дома, не всегда совпадает. Не всегда разрушено требованиями сарпинок, мы говорим. Да, и на самом деле, я думаю, что... То есть это не потому, что хотят, например, готовить, на взгляд, ребенка или родителя, невкусную еду в школе, минимум соли или какие-то специи, да? Это даже хорошо, что, ну, скажем так... Более диетическую правильность. В школе не будут кормить так, как хотелось бы стопроцентно детям. Потому что тогда, ну, наверное, у нас будет меню... Запрещенных продуктов не будет. Картошка фри, гамбургеры, еще что-то, да. То есть, ну, может быть, не та еда, которая должна быть. На мой взгляд, в школе должна быть хорошая, качественная домашняя еда. То есть, это должно быть здоровое, правильное питание и, главное, вкусное. Но более того, все санпины, все нормы, они ведь пробованы десятилетиями. Это ведь не просто так, кому-то захотелось готовить вот именно в таком виде, не знаю, картофель. Вы абсолютно правы. Более того, все регламентировано. И действительно, не первое десятилетие с точки зрения баланса энергетического и пищевого в продуктах. Белки, жиры, углеводы, калорийность. При этом у нас разное меню. От детей до 7 лет, вернее, до 11 лет, потом с 11 лет, по объему порционному и так далее. Все это, конечно, регламентировано в первую очередь требованием Санпина. Роспотребнадзор за этим тщательно следит. Плюс мы постоянно в плановом режиме управления образованием собирает отчетность о физиологических нормах, которые представляют и питающие организации. Это контролируется в том числе и администрацией образовательного учреждения. Отчет о физиологических нормах издается в Роспотребнадзор. Они смотрят соответствие, все это рассчитывается. То есть это, в общем-то, основа всего этому, конечно же, труды, расчеты, разработки именно для детского питания. Повторюсь, и с точки зрения здорового питания, и с точки зрения сбалансированного развития наших детей. И то меню, которое оно есть в образовательных учреждениях, то 10-дневное меню, оно утверждается Роспотребнадзором. И питающая организация должна строго следовать этому меню. Да, есть вариативность с точки зрения блюд, то есть, ну, к примеру, это может быть запеканка или творожные какие-то вещи. Но, тем не менее, по составу пищевому, по энергетической ценности мы должны строго требовать с питающей организацией соблюдения этих норм. Марианна, ну, вот последние, наверное, несколько недель активно родительская общественность включилась в эту работу. Мы можем видеть по соцсетям, да, вы практически охватили все школы. Практически внеженерно. Пока еще не все, но в плане, конечно, да. Ну, практически, да, я подчеркиваю, практически, то есть это и завтраки, и обеды. Какой результат? Насколько вкусно кормят в школах Одинцовского округа? Ну, на самом деле, марш. Вы как человек, который пробовал уже и все, и каши, и первые блюда, и вторые. Ну, мы действительно пробуем и завтраки, и обеды. И первое, что я могу сказать, и, несомненно, это радует, что качество продуктов очень хорошее. Мы, опять-таки, да, у нас многие члены нашей комиссии имеют медицинские книжки. Мы можем зайти, как говорится, в святая святых, посмотреть там, где именно... Не только продегустировать. Да, там, где готовят пищу. Мы можем посмотреть, как устроен этот процесс. Можем посмотреть те продукты, которые есть на кухне, из которых готовят еду для наших детей. И, безусловно, меня радует, что продукты хорошие, качественные. То есть, да, несмотря на то, что стоимость питания невысока, но, слава богу, это не влияет на качество продукции. И то, что мы пробуем, это то, что едят наши дети. То есть, это не из другой кастрюли, не откуда-то с другого лотка. Для вас отдельно не готовят. Нет, для нас отдельно не готовят. И действительно, мы можем, как правильно Олег Васильевич сказал, мы можем зайти совершенно в несогласованное время. За это время не успеют приготовить. Да, за это время не успеют приготовить. Это замечательно. Поэтому единственное я могу сказать, вот хотел у вас, Олег Васильевич, спросить, насколько можно влиять на такие моменты, как, ну, например, количество сахара в кашах или в напитках. Вот иногда нам кажется, что слишком сладкие блюда бывают. Но, опять-таки, я знаю, и повара подтверждают, что все готовят в соответствии с технологическими картами. Можно ли как-то на это влиять? Вот есть такое пожелание родителей, что кажется, очень-очень все сладкое. Нет, не то, что можно, даже нужно влиять. Как раз задача брокеражной комиссии, которая проверяет и готовую продукцию, да, там, обоняние, осязание на вкус, на цвет, говоря простым языком. То есть, и поэтому члены брокеражной комиссии, даже если у кого-то возникает сомнение, да, в соблюдении технологическим картам и технологическому процессу приготовления, могут отметить это в брокеражном журнале. И берется дополнительная пробы. Здесь же можно повара с производства пригласить, который покажет соответствие, да, и, ну, по большому счету, сейчас, ну, это не только сейчас, брокеражная комиссия плюс и родители могут, мы можем разрешить во всем процессе поучаствовать, посмотреть, там, допустим, от закладки, если это приготовление компота, от закладки, там, это не так долго, само приготовление, посмотреть, что на выходе происходит, да, то есть, насколько действительно соответствует технологической карте, и почему получается там или чуть-чуть соленое, или там сладкое. Да, наверняка может быть и, естественно, человеческий фактор, да, повару приготовляемого. Может быть, он просто хотел порадовать детей, сделать чуть-чуть послаще. Нет, я имею в виду. Я скажу о том, на чем сделал акцент раньше, да, что ранее, что строго повара должны следовать именно энергетическим пищевым нормам, именно соблюдение, говорю, и калорийности, и жиров, белков, углеводов и так далее. Но, опять же, такой запрос от родителей, он может быть проверен, если он соответствует норме. Конечно, конечно. Ну, как бы это уже дело в курсе, да, если не соответствует нормам, да. Просто эти нормы, я так понимаю, делались раньше, может быть, сейчас, ну, немножко другие, как говорится. Конечно же, есть продукты, да, которые менять можно и нормы, и более того, это можно и согласовать и с Роспотребнадзором. Наверняка вы правы, что может быть, что, допустим, раньше были нормы для того, чтобы глюкозы побольше, там, в еду добавлять побольше сахара, но сейчас в ассортименте больше присутствуют те же фрукты, которые компенсируют натуральный глюкоз, которые компенсируют тот сахар, который добавляется, условно, там, в еду или в компот. То есть, это все можно регулировать. То есть, мы можем в такую инициативу выходить. Главное, вот есть основной набор продуктов, там, рыба, мясо, молочное, которые строго соблюдают физиологические нормы, потому что это главная составляющая по основному набору белков, жиров, углеводов. А вот все остальные уже добавки, конечно, это можно регламентировать. Наши журналисты тоже отправились в одну из проверок вместе с вами в Одинцовскую лингвистическую гимназию. Давайте посмотрим, чем кормят детей там и довольны ли родители приготовлением блюд. На завтрак, пожалуй, фаворит детских предпочтений. Макароны с сыром, после сладкий чай и мандарин. А каков он на вкус, пришел попробовать родительский контроль. Мама восьмиклассницы Татьяна Милюшина, частый гость в школьной столовой, признается много общественной работы, но обед по расписанию. Считает, что брокеражная комиссия поможет в работе школьного общепита. На контроле первое блюдо. Масла сливочного более чем достаточно. И сыр. Не, макароны мягкие, вкусные. Все, ну, чувствуется, что нет излишнего какого-то постороннего вкуса. Иначе и быть не может, считает заведующая производством столовой. За 40 лет стажа она может отмерить количество масла на глазок. Но в общепите все строго. Технологические, калькуляционные карты и установленное меню. К нововведениям относятся положительно. В своей вотчине скрывать нечего. Они знают своих детей лучше. Поэтому, если они какие-то нам сделают новые предложения, сделают нам новые пожелания, мы будем очень рады. Мы прислушаемся к ним. Войти в комиссию по контролю за качеством питания может любой родитель. Для этого достаточно сказать об этом классному руководителю. Он несет родителей в списке. А вот отзывы о качестве питания можно оставить как положительные, так и отрицательные на портале Добродел. Чтобы работа поваров была оперативной, после дегустации родители оценивают блюда по пятибалльной шкале и свои пожелания оставляют в журнале. В этот раз сообщество родителей оценили завтрак на круглую пятерку. Олег Васильевич, как будет дальше эта компания? Вот в такой же динамике она будет проходить? Так же часто будут проходить проверки питания со стороны родительской общественности? Вы готовы к приему такого количества взрослых? Мы бы хотели, откровенно скажу, мы бы хотели, чтобы темпы не терялись. Более того, предстоящая задача, которую мы будем выполнять с 1 сентября, организация горячего питания для всей начальной школы по указу президента, то есть она будет выполнена. И мы бы хотели учесть все замечания, тем более это аудитория начальной школы, это наши маленькие дети, которые наиболее чутко реагируют на качество питания, на условия, в которых они обучаются, проводят время и так далее. Поэтому нам бы хотелось как раз повторить, чтобы темпы не спадали, а наоборот нарастали. По проверке регламента и процедура, она всем известна, да, то есть я просто могу напомнить, я имею в виду известную директорам, директора через классных руководителей доносят родителям, то есть участие в этом родительском контроле. То есть можно обратиться к классному руководителю, они вносят список желающих родителей, оформляется это приказом, и если есть соответствующие документы, в первую очередь медицинская книжка, то входит в комиссию родительского контроля. При этом можно отзывы оставлять на портале Добродел, можно сразу по результатам проверки, можно, конечно же, устно все озвучить свои недочеты, замечания администрации школы в письменном виде, и, как сказал ранее, на портале Добродел. Так вот, мы готовы, да, конечно, разные пищеблоки у нас по объемам, и там 3-4 человека, взрослых, всегда не нарушая, не мешая производственному процессу, могут пройти, проконтролировать, посмотреть, снять пробы, выйти в зал приема пищи. А экономически это не накладно для школы кормить помимо детей еще и родителей? То есть, как вот это сочетание будет учитываться? Все-таки сейчас то, что мы видим, родители, когда приходят, это родительский контроль, полная порция, это полноценный завтрак, полноценный обед, но тем не менее, расчет же все-таки на детей. Да, но у нас в любом случае есть порции, которые обязаны готовиться для бракиражной комиссии. То есть, входит это, да? Получается, вот эта дельта, она есть? Повар определяет количество проб, а медицинский работник смотрит соответствие граммовки, набора, который на сегодняшний день в меню. Поэтому в любом случае этот набор, он всегда есть для проб, поэтому я и сказал... Может, он не будет внести дополнительные расходы, да? Управление, образование? Нет, не будут внести ни бюджет, ни школы. Вот, поэтому я так аккуратно и намекнул, там, 3-4 человека, это как раз то количество взрослых, Ну, я вот поэтому его и подчеркнула, потому что сейчас, например, могут все родители сказать, идем в столовую. Да, ну, если там... Ну, или родители могут купить. Могут купить, да. Вариант Александр абсолютно права. То есть, если это большее количество людей... То есть, дегустация, дегустация, соответственно, если вы хотите полноценную порцию... Если же родители хотят, да, также полноценную порцию, помимо пробных порций, да, которые предусмотрены для работы комиссии, то есть, это можно купить в свободной торговле в каждом образовательном учреждении. Как ту буфетную продукцию и, соответственно, ту еду, ту пищу, которая кормит детей. Мне бы, безусловно, хотелось, чтобы мы где-то, наверное, вот через месяц снова с вами встретились и уже вот прям полноценно по всем школам подвели итоги, какие были выявлены те или иные отклонения от нормы. Возможно, их не будет. И очень бы хотелось от родителей обратную связь в виде предложений конкретных по питанию, возможно, каких-то продвижений новых проектов. Ну, на самом деле, все наши проверки, они, скажем... да, меню, как вариант. Все рекомендации, опять-таки, они, наверное, как рекомендации, то есть, мы не являемся, там, скажем, комиссией Роспотребнадзора, которая выносит какие-то предписания, которые обязаны быть исполнены. То есть, какие-то рекомендации мы просто каждый раз актом оформляем, направляем в управление образования, ну, и будем рады, если действительно это будет находить поддержку и отклик со стороны администрации. В любом случае, если это имеет право, наверное, на жизнь, то почему нет, да, Владимир Кусевич? Тут я абсолютно согласен, что как мы с нетерпением ждем те замечания, рекомендации, которые будут от родительской общественности. Более того, есть поручения главы Одинцовского городского округа Андрея Рольфовича, чтобы мы, управление образования, разработали единую концепцию, единый стиль организации питания вообще во всех образовательных учреждениях. То есть, оцифровали это и уже смотрели, то есть, какая нагрузка будет или на бюджет, или это можно прописать в муниципальном контракте на питающую организацию. Поясню, о чем я говорю. То есть, это единого стандарта высокого качества посуды во всех образовательных учреждениях. Это единого стандарта хорошего качества одежда сотрудников, которые работают в пищеблоке. Да, это сотрудники питающей организации, то есть, повара, технические работники в штате, но тем не менее, мы, как заказчика, и вправе, и будем требовать, чтобы была унифицированная, в общем-то, и форма, и чтобы уровень кадров питающей организации соответствовал тем требованиям, которые есть у нас, как у заказчика, и те требования, те пожелания, которые будут в родительской общественности, у наших детишек. Дальше, следующий шаг, это мы просчитываем концепцию переоборудования наших пищеблоков, в первую очередь, залов, где отчисляется прием пищи, чтобы удобные были стульчики, столы, чтобы интерьер глаз радовал. То есть, это те, скажем так, планы, те задачи, над которыми мы будем работать, реализовывать, которые нам поставил глава округа. Спасибо за интересную беседу. Хочется прямо сказать приятного аппетита всем родителям, которые в самые ближайшие дни придут в школьные столовые, дегустировать и пробовать ту еду, которая кормит их детей. Ну, мы будем надеяться, что нашим детям тоже все очень понравится, так же, как и нам. Спасибо вам. Мы ждем снова всем. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели специальные интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.